В эфире «Сыскное дело» в студии Алины Чемерес. Здравствуйте! Сегодня в программе я и мои коллеги расскажем о громких арестах, ведомственных проверках, резонансных судебных делах и подведем криминальные итоги недели. Детский садик Что здесь делает человек с камерой – единственный вопрос, который сейчас волнует отставного подполковника полиции. Еще полчаса назад великовозрастный лихач не сумел совладать со своим «Ниссан Альмера» и въехал в забор детского садика на улице Нагорная. Ничего лучше, чем подобрать осколки бампера и уехать с места ДТП, нетрезвый водитель не придумал. Уже через несколько минут его задержали активисты ночного патруля. Я за рулем. Я вас лично из-за руля вывел данного транспортного средства. Я вас вывел из-за руля. Дальше еще. Седина в бороду без в ребро. Оказалось, причиной сесть пьяным за руль стала ссора с супругой. От медицинского освидетельствования горе-водитель отказался. А потом и вовсе стал утверждать, что пьяным по городу не рассекал, а просто сел в машину посидеть. Вы управляли данным транспортным средством с признаками опьянения? Я не. Она стояла здесь в машине. Хорошо. Но после встречи с коллегами в погонах мужчину ждало сложнейшее из испытаний – расписаться в протоколе. Сначала руки не слушаются и выводят только каракули. Но потом написать два слова все же удается. Если больница не согласна, поедет. Не согласен. Слово не согласен. Аккуратнее. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Не согласен. Оказалось, подполковник в отставке уже получал штраф за езду в нетрезвом виде пару месяцев назад в соседнем регионе. Сейчас решается вопрос о лишении мужчины водительских прав. Еще одного мужчину с признаками алкогольного опьянения задержали на улице Тухачевского. Полицейские остановили 25-летнего водителя 14-й. Пройти медицинское освидетельствование мужчина согласился. Но вот то, что сел за руль нетрезвым, отрицал. Ну, что ты себе позволяешь за рулем пьяным ездить? А? Нужно меня снимать. Что? Я не езжу пьяным за рулем. Вы трезвый сейчас? Конечно. Наговариваем на вас, да? Съедем на вас. Прибыв в больницу, мужчина свое решение резко изменил и проходить освидетельствование отказался. От управления автомобилем водителя отстранили. Машину увезли на спецстоянку. Во вторник в Самарском аэропорту Курумыч совершил экстренную посадку пассажирский самолет, летевший рейсом Екатеринбург-Симферополь. Во время полета у 10-летнего мальчика случился приступ эпилепсии. Он потерял сознание, и командир судна принял решение экстренно посадить самолет в Самаре. Прибывшие в аэропорт медики оказали мальчику необходимую помощь и увезли его вместе с мамой в одну из городских больниц. А самолет спустя примерно полтора часа после экстренного приземления отправился по своему маршруту. Уже на следующий день врачи сообщили, состояние мальчика стабильное. Если бы экипаж не посадил самолет, возможно, приступ бы повторился. А это могло привести к остановке сердца, говорят медики. Как выяснилось, в ходе обследования у ребенка такой приступ случился впервые. Ранее мальчик эпилепсии не страдал. При ряде провоцирующих факторов, особенно у детей, если это недосыпание, будь то ранний рейс или ночной рейс, игра в гаджеты, какая-то стрессовая ситуация, температура тела высокая на фоне ОРВИ, мозг ребенка подвержен разрядам эпилептическим. Это не обязательно развитие эпилепсии как болезни. Вероятно, институционно обосновленный, единичный в жизни приступ. После выписки домой мальчика и его мама будут добираться уже на поезде. В ближайшее время летать ребенку запрещено. Это уже не первый случай в этом году, когда ради спасения жизни сажают самолет. В апреле в Курумыче экстренно приземлился рейс Москва-Фергана. Причина – рода 37-летней пассажирки из Узбекистана. Женщину отправили на скорой в больницу, а самолет полетел дальше. Восемь интернет-магазинов по продаже синтетических наркотиков закрыли самарские полицейские в этом году. Задержаны 14 человек, в том числе две женщины. Их подозревают в незаконном обороте наркотиков. По данным полиции, в Самаре действовали четыре группы наркодилеров. У них был крупный торговый склад, операторы интернет-магазинов и так называемые закладчики. С потенциальными клиентами общались по СМС. Наркотики передавали через специальные тайники. Оплату покупатели переводили на электронные кошельки. Но даже при такой обезличенной схеме наркополицейские обнаружили и задержали преступников. При досмотре и обыске в местах проживания подозреваемых практически в каждом адресе были изъяты наркотические вещества весом от нескольких грамм до 7 килограмм. Всего при проведении мероприятия были изъяты более 14 килограмм наркотических средств. Сейчас большая часть задержанных находится под стражей, остальные под подпиской о невыезде. В уголовных делах они обвиняются более чем в 100 фактах продажи наркотиков. В Тольятти незаконно торговали алкоголем. О том, что в одном из кафе нелегально продают спиртное, сообщили жители. В ходе проверки полицейские выяснили, у владельца заведения нет лицензии на продажу горячительных напитков и сопроводительных документов к ним. Продукцию общей стоимостью почти 20 тысяч рублей изъяли из оборота. Административный материал направлен в арбитражный суд Станарской области для рассмотрения и принятия решения. Предматерию грозит административный штраф в размере от 14 до 20 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции. В рукопашную остановил грабителя. Впохвестнево следователь, применив боевые приемы, задержал мужчину, подозреваемого в краже, и удерживал его до прибытия полиции. По версии следствия, налетчик сначала попытался забрать дневную выручку магазина, но ему помешала продавщица. Затем злоумышленник отправился грабить другую торговую точку. Вынес 7 тысяч рублей. Предполагаемого преступника уже в третьем магазине задержал следователь. Он узнал в нем мужчину, которого видел на записях с камер с места ограбления. Налетчиком оказался 42-летний житель Похвестнево, ранее судимый за кражу. Заведено уголовное дело. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны и берегите себя. До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok